Суббота подкралась незаметно и очередной выпуск игровых консольных новостей PlayStation сегодня в выпуске. PlayStation 5 все хуже продается, на ПК слили рабочий билд еще не вышедшего эксклюзива PlayStation 5, стала известна дата релиза так званого убийцы серии FIFA, а также Sony в очередной раз опустошают подписку PlayStation Plus Extra. В общем устраивайтесь поудобнее, проверьте подписку на канал и давайте же вкратце разберемся. Согласно внутреннего отчета Sony, продажи PlayStation 5 преодолели отметку в 61,7 миллионов устройств. Отметка была достигнута, несмотря на то, что в период с 1 апреля по 30 июня текущего года Sony продали 2,4 миллиона консолей PS5, а это значительно меньше, чем показатель за аналогичный период прошлого года, который составил 3,3 миллиона консолей. Аналитики считают, что тенденция на спад продаж консолей PS5 будет продолжаться до тех пор, пока компания не выкатит новую модель, в том числе PlayStation 5 Pro. В то же время, по словам основателя Alderon Games Мэттью Касселса, PlayStation 5 Pro будет на 100% быстрее, чем стандартные консоли PS5. По его словам, технология повышения разрешения PlayStation Spectral Super Resolution или же сокращенно PSSR будет способствовать значительному приросту производительности вплоть до 100%. Правда, в практической части это отразится на повышении фреймрейда вплоть до 60 кадров в секунду при честных 4К. Не знаешь, где выгодно приобрести игру в цифре или подписку на 1 год? Тогда на помощь тебе придет проверенный телеграм-сервис PS Game Store. Подписка, пожалуй, мастхев для любой консоли PlayStation и как минимум стоит приобрести. Чтобы убрать хоть какие-то сомнения, переходим и ознакомливаемся с отзывами от довольных покупателей. Потому проверенный магазин с демократичными ценами PS Game Store, ссылку на него я оставляю в описании и закрепе. Marvel's Wolverine можно поиграть на ПК еще до официального релиза. Предстоящий эксклюзив PS5 слили на торрент и теперь его могут скачать и опробовать все желающие на ПК. Однако, стоит понимать, что это не финальный билд игры, очень много косяков, сырой продукт и доступно всего лишь несколько уровней, собранных воедино. Игровое демо, в больших кавычках назовем этот огрызок, склепали из масштабной утечки Insomniac Games в конце 2023 года и представили на всеобщую публику. Нужно быть явным мазохистом, чтобы портить свое первое впечатление и знакомство таким сырым билдом, но у каждого свои вкусы и предпочтения. Не осуждаю. Чтобы не упустить важную новость, каталог игр, которые покидают PS Plus Extra в августе пополнили 5 позиций. Из них Lost Judgment, Moving Out 2, Midnight Fight, Sea of Stars, а также первая часть Destroy All Humans. Любят, я смотрю, Sony так втихую и неожиданно, посредине месяца добавить игры, которые будут удалять, чтобы для некоторых геймеров это стало большим и не совсем приятным сюрпризом. Потому как итог, 10 позиций покидают PlayStation Plus Extra в августе, если что-то интересует, лучше поспешить. Замечательная новость для обладателей прошлого поколения консолей PlayStation 4 и Xbox One. Ведь 17 сентября их платформу посетит Star Wars Jedi Survival. Спустя чуть больше одного года после релиза, разработчик Респаун наконец-то адаптировали игру под прошлое поколение, правда неясно, в какой производительности она будет работать и как сильно пришлось урезать графику заради того, чтобы запустить игру на старом железе. В цифровых магазинах и в том числе PlayStation Store уже открыты предзаказы на цифровую версию игры, правда весь сюрс заключается в том, что версия для PlayStation 5 доступна в библиотеке EA Play, версия для PlayStation 4 пока что нет. И неясно, будет ли добавлена игра на старте в библиотеку EA Play или же придется там ждать условно полгода. И раз мы затронули подписку EA Play, в PlayStation Store до 18 августа офигенный дисконт на 1 месяц подписки. Приобрести можно, к примеру, в украинском PlayStation Store всего лишь за 40 гривен, чуть меньше 1 доллара. За эти деньги ты получаешь месячный доступ, условно назовем это аренда игр, таких как Dead Space Remake и Takes Two, A Way Out, целая серия из мультиплеерных и сюжетных Star Wars, а также многое и многое другое. Потому поспешите обзавестись подпиской до 18 августа и, собственно, поиграть в желаемые позиции. Студия Ready at Dawn официально закрыта. С ней вы могли быть знакомы по выпуску таких PSP-шных тайтлов, как God of War Ghost of Sparta, God of War Chains of Olympus, а также кинематографичный шутер с видом от третьего лица для PS4 The Order 1886. Достоверная причина закрытия пока что неизвестна, но в последние годы студия работала над VR-проектами и выпустила дилогию Loan Echo. Изначально компания была создана в 2003 году из бывших сотрудников Sony, а также их дочерней компании Naughty Dogs. В 2020 компания была выкуплена Facebook позже Meta, тем самым Ready at Dawn присоединилась к семейству Oculus Studios. Но, как мы знаем, рынок VR-проектов немного неоднозначен, возможно, это и послужило главной причиной для того, чтобы студию закрыть. Стала известна официальная дата релиза условно-бесплатного симулятора футбола UFL. 12 сентября игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Также открылись предзаказы на стартовый набор, который включает в себя 7-дневный ранний доступ, эксклюзивные предметы кастомизации, эксклюзивный стадион, а также 20 миллионов игровой валюты. Поиграв пару месяцев назад, в рамках открытого бета-теста в UFL, невооруженным глазом заметен закос под своего 70-долларового конкурента серию FC, она же старая добрая FIFA, но вот только если сравнивать с конкурентом, ей не хватает немного динамики и скорости. Во всем остальном это играбельно, тем более бесплатно. Как минимум, надеюсь, что UFL не потеряется, как некогда легендарная серия PES сейчас EFootball и составит полноценную конкуренцию игре от Electronic Arts. Западные СМИ поделились первыми впечатлениями о Warhammer 40K Space Marine 2. Из их слов это восхитительно жестоко. К плюсам игры отнесли бешеную интенсивность боев, отличная боевая система как ближний, так и дальний бой, разнообразие врагов и то, как они себя ведут в бою, атмосферные локации и фирменный черный юмор космодесантников — это прям-таки как вишенка на торте. Помимо озвученных преимуществ, хотелось бы отметить отличную визуальную составляющую, а также эффекты окружающего мира. Ничто в нашем мире не идеально, и Space Marine 2 тому не исключение. Некоторым счастливчикам, которым довелось поиграть, не понравилась система парирования и добивания врагов. Также встречаются просадки FPS при большом количестве скопления врагов и разные технические недочеты, но, смею предположить, которые будут исправлены в патче первого дня. В целом, издания достаточно тепло восприняли новую часть Warhammer, поэтому ждем релиз в начале сентября. А вот эту новость должны оценить фанаты старых игр от Rockstar Games. 20 августа в каталог подписки GTA Plus добавят игру про хулигана Bully. На PlayStation это будет выглядеть следующим образом — порт с IPS2 в повышенном разрешении и с доступными трофеями. Единственное, из-за чего теперь только и стоит приобрести подписку от Rockstar Games, так это чтобы поностальгировать в Bully. В Sony выкатили системные требования для God of War Ragnarok, релиз которого на ПК запланирован на 19 сентября. С нативным 2К разрешением при 60 кадрах в секунду, минимум потребуется RTX 3070 или AMD RX 6800, проц на уровне i7-7700K или AMD Ryzen 7 стартовых линеек, 16 гигов оперативы и как минимум 190 гигов свободного места на SSD. Сборка народная, учитывая сегодняшнюю цену на железо, обойдется так долларов 800-900. Но входит ли в эту стоимость нормальной оптимизации от Sony? А вот это уже другой вопрос. Larian Games, а кто возможно не знает, создатель культовой Baldur's Gate 3, отмечая первую годовщину своего творения, поделились интересной игровой статистикой о третьей Балде. Самый популярный класс в игре, как оказался Паладин, среди готовых персонажей игроки чаще всего выбирают Астариона, на втором месте по популярности Гейл, а замыкают тройку Шэдоу Хард. В то же время Шэдоу Хард, королева сердец, ее целовали чаще всего остальных компаньонов. 1,9 миллиона игроков нагрубили Джину и превратились в сыр, более 140 тысяч смельчаков попытались погладить его величество, 93% игроков создали кастомных персонажей, при этом 15% игроков отдали предпочтение темному соблазну. На днях вот как раз пришло расширенное дисковое издание Baldur's Gate 3, и обязательно нужно будет апнуть платину и попробовать вариативность прохождений. Call of Duty Black Ops 6 получил первый трейлер, посвященный ключевому режиму зомбис. Игроков ожидает захватывающая история с побегом, заговорами и, конечно, ордами нежити. Разработчики обещают, что зомби-режим станет одним из лучших за всю историю и за свои детализации, а также продуманности мелочей, но все это нивелируется на фоне оплошности, которую допустила Activision, и в сеть попали ПКГ-файлы с бета-версией Call of Duty Black Ops 6 для PS4. Как утверждает сама компания, случайно добавила файлы беты в обновление для Call of Duty HQ, которое вышло 27 июля, то есть за месяц до официального старта тестирования, и, конечно же, энтузиасты успели все сохранить и обработать. В результате неизвестный пользователь смог слить геймплей игры, который уже появился в сети. Игроки прям-таки до малейших частиц стали изучать новые мультиплеерные карты Black Ops 6, по всей видимости, чтобы быть подготовленными и нагибать нубов, пришедших поиграть в открытый бета-тест. Немного новостей из игровой киноиндустрии. Показан первый тизер-трейлер второго сезона The Last of Us, который выйдет в 25-м году и будет состоять из 7 эпизодов. Ранее Крейг Мэттис заявил, что материал из The Last of Us Part 2 может быть растянут на несколько сезонов из-за его объемности. Также Нил Драгман упомянул, что во втором сезоне появится как минимум одна вырезанная сцена из игры. А ждешь ли ты второй сезон? Напиши в комментах. А вот сериал, на который лично я полагал надежды Borderlands, с треском провалился. Первые зрители остались в ужасе от сериала, плохие шутки, посредственные спецэффекты и неудачно подобранные актеры. Рейтинг на IMDb после двух с небольшим тысяч отзывов составляет 4,4 балла из 10 и всего лишь 6% рецензентов рекомендуют к просмотру сериал. Такое себе честное удовольствие тратить собственное время, чтобы посмотреть кучу неудавшейся работы. Ну что ж, друзья, на этой оптимистичной ноте всем спасибо за просмотр. С вами был канал GamesMafia. Услышимся в новом выпуске.